Добрый день мои дорогие подписчики и гости моего канала Баревцы Зашхали Хайер. Сегодня у меня очередная съемка. Я сегодня буду снимать видео, где я буду готовить тортик для Нового года, для всех праздников и на каждый день можно себе позволить. Это из слоеного теста. Я назвала этот тортик слоеный рай. Вы если готовьте, будьте покушать и почувствуйте это райский привкус, райские ароматы. Для моего тортика нам понадобится слоеное тесто. Я это тесто снимала. Перед этим видео есть вот это тесто. И в ссылке я поставлю под видео. Вот брала три штуки по 460 граммов. Для начинки нам надо грецкие орехи и финики. Это для теста. А здесь для крема. У меня понадобится 200 миллиграмм сливочного масла. Там 100 грамм сгушенки. И для заварного крема 200 миллиграмм молока и 2 столовые ложки муки. Еще и ванилин. Начнем готовить. Сначала надо готовить начинку. Финики резаем, снимаем косточки и туда кладем грецкий орех. И закрываем. Вот так. Открываем, снимаем косточку и кладем грецкий орех. И хорошенько закрываем, чтобы опять получился закрытый финик. Друзья мои, вот уже я начинку поставила. В каждую финик я один вот такой половину грецкого ореха положила. Еще хочу сказать, что когда будете покупать финики, купите которые в пачках. Они вот, чтобы были мягкие. Есть которые вот по килограмм продают, они не мягкие. И в тесте не хорошо держится. Не хорошо получается торт. Все, начнем уже наше тесто открывать. Сначала нам надо из теста две пластили испекать. Как вот на наполеон делаем. Я буду 28 на 12. Вот такой размер делась. Но с каждой стороны 1 сантиметр я побольше возьму. Потому что славно с детства, когда испеклемо, оно будет уменьшиться. Вот я открыла уже. Но на таком коврике лучше, потому что здесь цифры. И я буду смотреть сколько сантиметров. Сначала надо уравнивать края, чтобы было ровно. И здесь тоже будем делать ровно. Здесь тоже будем срезать, чтобы было ровно. 26 сантиметров. То есть мне надо 12 с половиной. Нет, 13 сантиметров. Вот так. Я сейчас мерку делала и буду на линейке это резать, чтобы было ровно. Вот уже на две части разделила. Лучше это когда в противне, чтобы они ровные были. Я поставила и срезала вот по моему мерку. Сейчас я уже подогрела духовку. Поставлю на 250-300 градусов, чтобы испеклось. Друзья мои, уже откроем второе тесто. Это уже для начинки. Вот эти две пластики надо для верха и внизу торта. А начинку поставим и соберем торт. Друзья мои, я уже тесто открыла. Сколько вот у нас было пластик. 28 сантиметров. Так и это открыла. И здесь буду вот так ставить наши финики. Вот так рядом ставлю. И так буду закрыть наши финики. Это как вот избушка готовим. Теремок. Я не знаю кто как говорит. Монастирский. Избушка. Вот так будем 4 штуки делать. Смотря вы какой размер делаете. Вы должны посмотреть размер у вас какой. Торт вы какого размера делаете. И так готовить. Для нашего заварного теста нам надо 1 куриный желток. 2-3 миллиграмма молока. Я половину сейчас налю. Мука. Надо хорошо взбивать. Чтобы камки не остались. Вот добавлю остальное молоко. И сейчас это буду на очень медленном огне варить на газовом плите. Друзья мои. Заварной крем у меня готов. Я вот с пищевой пленкой закрыла. Но оно уже остыло. Я забыла сказать, что в заварном креме я еще и добавила полстакана. То есть 100 грамм сахарного песка. Это во время варки я добавила и ванилин. Сейчас пусть это останется. Я буду сливочный вот крем делать. Сначала буду масло сливочное взбивать. И потом, когда будет белый, я буду добавить сгушонку. Дорогие мои, масло уже стало белым. Я сейчас добавлю сгушонку. И буду взбивать опять. Теперь добавлю одну чайную ложку коньяка. Дорогие мои, уже взбила. Надо заварной крем постепенно добавить. По одной-две ложки. И взбивать. Дорогие мои, вот такой хороший бишни крем получилась. Сейчас я это буду в кандидерский мешок кладить, чтобы наш торт собирать уже. Дорогие мои, уже собираем наш торт. Тортик, то есть. Здесь немножко намажем кремом. Поставим первый слой. И будем намазать кремом. Когда слой не тесто, надо, чтобы вот кандидерским мешоком делать, чтобы ровно было. Сейчас наши трубочки поставим. Как я сказала, мы 4 штуки делали до места не хватает. Четвертого, еле-еле третий поставим. И опять торможем кремом. Сначала здесь надо так делать, чтобы внутрь попала крем. Сейчас поставлю уже второй слой. Но наоборот, чтобы здесь было ровно. Немножко вот так надо делать, чтобы хорошо сидело. И опять намажем кремом. А теперь надо по бокам делать. Намазать кремом, то есть. Сначала вот такой... Не видно там. Сначала надо вот такой полосочку делать. Я не знаю, видно или нет. А потом с ножом будем уравнивать. Дорогие мои, с обоих концов я вот по бокам намазала кремом, а сверху вот так делала. А теперь надо присыпать грецкими орехами. Надо, чтобы подлиннее делать. Вот такие надо делать длиннее. Чтобы красиво было. Друзья мои, вот и готово наш торт. Очень, по-моему, шикарно получилось. А внутри ещё лучше. Вот такой хороший тортик получилось. Я не знаю, видно там или не видно. Вот. Это я на ночь поставлю в холодильник. А утром будем резать. И посмотрите в разрезе какой. Друзья мои, наш тортик простоял в холодильнике на ночь. И я сегодня буду резать и вам показать, как получилось. Она хорошо пропиталась. Попробуем, как вкусно будет и какая внутри. Так, неудобно мне вот так вот перевернуть, чтобы удобно было. Это славное тесто. И очень... Вот крем охладели. И не хочу так делать, чтобы не испортить. Такой здоровый кусок я отрезала. Посмотрите, какой хороший. Поставлю сюда. Сейчас покажу в разрезе, как... Какая она. Вот такая шикарная. Да, это будет райский торт. По-моему, видно вам, да? Какая хорошая получилась. Я сейчас по боку тоже покажу вам. Вот. Друзья мои, вот я назвала этот торт Слоёный рай. Вот на виду это уже рай. И божественный вкус у него. Поэтому вы и сами тоже готовьте. По-моему, на этом новом году вы будете все готовить и украсить ваш стол. Ждите мои другие видео. У меня ещё есть в плане, что я буду готовить такие шикарные. Так что ждите моих новых видео. Друзья мои, подписывайтесь, нажмите на колокольчик. Ждите новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok